Итак, всем привет дорогие друзья, я вас всех рад приветствовать в очередном видео. Я записываю это видео, так как русскую рыбалочку я пока записывать не буду. То есть это, давайте считать это типа подкаста. Ну во-первых, что хотелось бы мне сказать. Во-первых, что сейчас очень много проблем и снимать как бы русскую рыбалку я честно пока не хочу. У меня сейчас нет настроения, я сейчас играю в данный момент, когда никогда так очень редко на рыбалку вот в игру. И вообще времени, то есть мало здесь провожу, но чуть-чуть поигрываю. А в русскую рыбалку играть и снимать у меня сейчас вообще нет ни настроения, ни времени. Итак, давайте там разберем, расскажу почему нет времени. Ну во-первых, у меня конец семестра, то есть думаю вы понимаете, да, как я учусь последний год, плюс госы и все такое. То есть надо ко всему как бы готовиться, проявлять какую-то долю ответственности. Если это все делать тяп-ляп, так абы как, кое-как, то потом это все выльется на экзаменах, на годовых, на обычных экзаменах, которые по предметам у меня также курсовые, ну и так далее и тому подобное. Так что надо с этим, так сказать, не запускать это дело и нормально все это делать, чтобы было все хорошо. Ну короче, вот как-то так у нас. И что хотелось бы сказать, что у меня поэтому нет времени снимать. И оно появится, наверное, не скоро. Но вы не обижайтесь, как бы забрасывать я не собираюсь. Просто знаете, как я раньше делал? Я снимал в день одну серию, рендерил ее сразу и на следующий день выкладывал. То есть это меня устраивало. У меня было свободное время, у меня, то есть, ну не только свободное время, а было какое-то настроение. Я знал, о чем я снимаю, я как бы строил планы в РФ, ну, ой, в РФ, Российская Федерация, но я ей сказанул. Ну, в русской рыбалке имею в виду. Но сейчас, то есть, когда я уже давно в нее не заходил и не играл, я совершенно призабыл, что я там делал. И это надо все заново разбирать, и мне как бы это сейчас делать не хочется. Ну, короче, вот так вот. То есть, фиговенько. Ну, ничего не поделаешь. Так что, ждите. Так же я еще пока не знаю точно, когда меня будут забирать в армию. И поэтому, так что, кстати, ну, по-любому меня будут забирать после Нового года. Ну, имею в виду в 2014 году. Только не знаю, либо летом, либо... Что там у нас, летний призыв, да? И весенний там призыв. Ну, вот я не знаю пока, каким именно, но то есть, что-то где-то так. И уже я попадаю не на один год, а на два года. То есть, на 1,8. То есть, что у меня не будет два года. Это будет очень печально. Но ничего не поделать. Армия, служить, там все такое. Ну, так. Ну, это все уже мои проблемы. А сейчас поговорим о дальнейших планах. Ну, во-первых, у меня дальнейшие планы какие были? Я хотел... Вы, наверное, слышите, да, как мне ВКонтакте пишут. Вы там, извините, там, что мне пишут постоянно в ВК. Ну, ничего не поделать. Ну, так вот. Планы. Хочу, конечно, снимать дальше русскую рыбалку. Также я еще думал записать на вот эту рыбалку пару, там, видеообучений, там, советы новичку. Ну, что-то типа такого. Наверное, я так и сделаю, но это будет позже, наверное, чуть-чуть. А может быть, не позже. Ну, главное, посмотрим. Это все главное делать под настроение. Потом. Что еще? Еще я хотел снимать кооперативы, но время вообще, вот, как вам сказать. Когда поломалась машина, то есть, ну, появилась у меня девушка, моя любовь, так сказать, красавица. И поломалась у меня машина. Это просто оттас, я вам отвечаю. И вот, особенно, когда у нас идет конец семестра, это просто жесть. Я делаю эти домашние работы, которые там задают курсовые, там, рефераты и так далее. Что-то читаю, пытаюсь готовиться, то, что учусь я не на двойке, тройке, а на пятерке. Поэтому надо как-то показывать, что я достоин учиться на пятерке, что я могу ответить на любой вопрос. И поэтому надо учить нормально. И плюс еще надо и с девушкой, не просто надо, а хочется погулять. То есть, надо время какое-то, а иногда выматываешься, и поэтому не получается. Плюс эту машину надо еще собирать, делать. А без нее, короче, как без рук, то туда надо сходить, то туда надо сбегать. Ну, то есть, вот так вот. И получается, что время, оно улетает очень быстро. Также, там, хочется и погулять, и потусить, и просто прийти посмотреть какой-то фильм. И бывает, когда уже и на учебу быстро, и туда, и там что-то сделаешь, и погуляешь, там, уже и с девушкой. Или там просто с друзьями погуляешь. Потом, хопа, приходишь домой, а оно, знаете, уже где-то, там, ну, часов 11-12, если рано, там, пришел, или, ну, там, когда как. И, то есть, вообще, потом снимать даже ничего не хочется. И получается, что вообще, вечер, ничего не хочется, хочется посмотреть фильм. В основном, под вечер всегда хочется мне посмотреть, не знаю, как вам, поиграть в какую-то игру. Мне хочется посмотреть именно фильм, расслабиться, просто лечь на кровать, и включить компы, и посмотреть какой-то фильмец. Потому что, ну, уже ничего не хочется, хочется отдохнуть, посмотреть. В данный момент смотрю сериал «Демоны да Винчи». Очень-очень такой хороший, качественный сериал. Артисты играют свои роли просто превосходно, ну, то есть, отлично. Мне все устраивает, все нравится, великолепный сериал. Кто любит, так сказать, мистику, приключения, фантастику, триллер, ну, как бы, всю эту смесь, такой детектив. Смотрите, посмотрите, очень-очень хороший сериал, мне понравился. Ну, короче, что-то типа того. Очень прикольно. Можете потратить свое время. Одна серия идет, по-моему, 58 минут. Ну, короче, час, грубо говоря, кругли. Так что, позырьте. Их там 8 серий, первый сезон. Жалко, что только один пока что сезон. Второй сезон выйдет немного позже. В 2014-м вроде бы, как и «Кухня» наша, русская. Кто смотрел сериал «Кухня», кому понравился. Кто вообще знает, о чем я говорю. Можете посмотреть. Также еще у меня спрашивал один человек в ВКонтакте, еще несколько человек, и в комментариях, и где только не спрашивали. Всем интересно, буду ли я снимать рыбалку 3.8, то есть онлайновскую. Ой, честно хочу сказать, наверное, нет. Не буду снимать, потому что вы должны понимать, что это все заново, все развитие. То есть плюс еще надо время на это, надо посидеть, это там все долго, нудно, еще дольше, чем в оффлайне. И все это делать, и поэтому как-то я в онлайновскую вообще у меня нет желания. Так что, наверное, скорее всего, 90% что я не буду ее снимать. Это только если у меня необычайное вдохновение проснется, на котором я запилю серии 15. Тогда да, может быть, а так нет. Ну и просто я не вижу смысла играть в онлайн, она мне надоест быстро, потому что я как бы не люблю онлайн-оскую версию. Ну, короче, как-то так. Не люблю я ее, и я в нее долго играть не буду. Я же говорю, максимум серии там 15, вот так вот. Это в оффлайн я играю, мне нравится. Вот в этот, нет, нет, нет. Потому что они реально рыбалку испортили до такой степени. Это мое личное мнение, так что не надо там в комментах или где писать, что типа, «О, ты обсираешь онлайн, он крутой, ты засранец» и так далее. Нет, это мое личное мнение, вы можете считать как угодно, что она прекрасная, раз прекрасная. Я могу считать, что мне нравятся кокосовые и банановые деревья, а вам, может быть, нравятся персики. Так что, тут все дело вкуса, кому что больше нравится. Я понимаю, что онлайн хорошо, там с людьми можно там попереписываться, там команды, турниры, но и рыбалка там испорчена настолько, что это уже просто какая-то RPG, а не рыбалка, и просто это чушь настоящий. Вот так вот. Итак, я думаю, время нашего обзора подошло к концу. Думаю, на неделях вот так вот где-то я запишу серию по русской рыбалке. Так что всем спасибо, кто посмотрел обзорчик, и теперь вы в курсе, думаю, почему серии не выходят, ну и так далее. Всем огромное спасибо, подписывайтесь на канал, кто хочет поиграть в эту игру, то есть добавляйтесь в друзья, ко мне, только в добавлении пишите, что играете в эту игрушку, и будем играть вместе, если что, там подарки здесь можно обменяться, ну и такое. Всем огромное спасибо за внимание, с вами был Герман. А, видео еще по спорту, да, хочу сделать несколько видео, так что они будут еще. И всем удачи на рыбалке, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok